— К чему эта героизация тех, кто воевал в рядах оккупантов, в итоге может привести? — Ну да, новые гегемоны, конечно. На самом деле все это даже страшнее, чем в времена раннего Советского Союза, когда все это придумывалось, а потом просто обросло бронзой, как-то все привыкли над этим посмеиваться. — Все страшнее, потому что уничтожено полностью право. Не то, чтобы оно было в России передовым или хотя бы вообще было. Так особо ни шатка, ни валка жило. — Но дело в том, что уничтожены не суды, не их решения, не прокуратура, хотя это тоже все, а уничтожено в голове у людей то, что делает человек человеком. — Осознание законов как нечто обязательное к исполнению. И произошла такая глубокая трещина, разрыв связи между преступлением и наказанием. — То есть если я вхожу в эту новую элиту, гегемон, в это пушечное мясо, я могу делать все. Я могу убивать, я могу грабить, насиловать. И максимум, что мне за это будет, я отправлюсь туда же, откуда я пришел, на фронт. — А мне там было нормально, мне там было хорошо. И, скорее всего, меня защитят, если я никого не убью, хотя и убью. У нас есть случаи, когда мужья вернулись из фронта, убивали своих жен и были там оштрафованы. Ну, собственно, все. Это тоже было. — Можно. Им можно. И можно делать все. Потому что они вот такая вот новая элита. Новая элита, причем многоразовое использование. — Ведь что получается? Получается, что, в принципе, Путин сформировал очень хороший такой резервуар под названием тюрьма, русская тюрьма, откуда он забирает бесконечное количество людей на фронт, уже не поддающиеся исчислению. — Более того, сейчас охотно сажают за любые самые мелкие прегрешения, потому что из тюрьмы сразу же прямая дорога на фронт. Естественно. И человек, оказываясь в тюрьме, легко может не ждать никакого суда, а заключить соглашение, подписать контракт и идти на фронт. Причем, более того, сейчас эти возможности вписываются в Российский уголовный кодекс, в уголовно-процессуальный кодекс, в кодексы. То есть эта ситуация не собирается меняться. Понимаете, раз это включает в кодексы, Путин не намерен прекращать войну. Это не просто закон номер пять, а это уже часть УК и УПК. — Да, покажите это папе римскому. Как бы, что бы ни делала Украина вдруг, сойдя с ума, например, какие-то мирные переговоры, да? Вот же в кодексе написано, что человек отправляется на войну, то его не надо судить, то он не будет никакое наказание нести. Какую еще войну собирается Путин отправлять людей? В северный Казахстан с Китаем? Да нет, конечно. Все понятно, куда. И не только у судей теряется связь между преступлением и наказанием. Не только у потенциальных подсудимых и преступников теряется связь между преступлением и наказанием. Все же это видят. Теряется связь, в общем, народа между преступлением и наказанием. Ведь, смотрите, даже Путин на 8 марта помиловал 52 женщины. Кто это? Это родственницы добровольцев и мобилизованных. То есть это вот подарок для них. Значит, мало того, что ты гегемон, и баба твоя тоже гегемон. Так тут еще и замкнутая петля получается, да? То есть если ты выживаешь на фронт, если ты, значит, из тюрьмы тебя берут, отправляют на фронт, ты возвращаешься оттуда, тебе, допустим, повезло, совершаешь новое преступление, попадаешь в тюрьму и опять можешь отправиться на фронт. Я правильно понимаю? Совершенно верно. Совершенно верно. Сейчас отменили помилование буквально вот недавно, потому что помилование тоже было-то удобно очень. Потому что помилование снимает все предыдущие грехи. То есть и ты попадаешь в тюрьму несудимым после помилования, потому что тогда это было 10 ходок. Все, и ты идешь как будто в первый раз. Сейчас стало еще проще. Помилование отменили, потому что Путин больше, видимо, рука устала подписывать указы о помиловании, которые ни разу никто не видел. Это секретный указ, ни одного никто не видел. Никогда он не был опубликован, никто никогда не показывал этого. Сейчас условное освобождение. И, пожалуйста, ты с этим условным освобождением воюешь до конца войны. Если получил орден и медаль, там все что угодно, ты герой, тебе тоже полагается полное прощение всех грехов. Если ты ранен, полное прощение всех грехов. И ты можешь идти домой, если достиг 50 лет. В общем, тоже вполне себе льготные условия. То есть никто не говорит, никто не считает, сколько старушек ты убил до этого и во время этого. А если ты убил после этого, ты знаешь, что делать. И это видят и те, кто ни разу не был в тюрьме. Совершенно понятно, я могу делать все, что я хочу. Если меня поймают, я уйду на войну. Никто не будет говорить, что я преступник. Пусть только попробуют сказать, что я доброволец. Я контрактник, я мобилизант, я солдат. Все. Я не убийца, я не насильник. Нет, нет. Кто попробует это сказать, тот сам отправится в тюрьму. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok